МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шорты могут стеснять ваши движения и привлекать лишние взгляды. А чересчур свободная одежда может попасть внутрь тренажера или цепляться за агрегаты. Обувь должна быть жесткой подошвой с небольшим подъемом пятки и достаточно высокой, чтобы стабилизировать лодыжку. Никаких босых ног или сланцев. Мне рекомендуется заниматься, да и вообще запрещено в сланцах или в тапочках по двум причинам. Основным, которым я их вижу. Первое – это, прежде всего, безопасность посетителей, потому что любой тяжелый инвентарь, гиря или тяжелый блин может травмировать ваши ноги. Ну и вторая причина – это гигиена, ну и эстетика. Мне рекомендуется ходить в открытой обуви, чтобы другим посетителям было комфортно в это время также заниматься. Не забывайте брать с собой полотенце. Потеть в зале – это нормально. А вот оставлять после себя тренажеры мокрыми – неприемлемо. Обязательно протирайте скамейки и все остальное. Не забывайте возвращать на место инвентарь. Разбросанные гантели и горы блинов демонстрируют неуважение к окружающим. Менее опытные посетители могут испытать сложности, разбирая тяжелые штанги. Кроме того, это опасно. Ваши соседи или вы сами можете споткнуться о снаряды в самый неподходящий момент. В залах тяжелой атлетики свято чтят обучий не переступать через штангу. Дело тут в уважении к инструменту и вере в угрозу травмы. Так что даже если вы скептически относитесь к этому факту, не рискуйте и обойдите чужой снаряд. Если кто-либо выполняет упражнение перед зеркалом, не загораживайте ему вид. В этот момент человек следит за техникой и мешать не нужно. Как отвлекать разговорами, вопросами или советами. Стоять на душу и надеяться, что так тренажер скорее освободится, тоже не комильфо. Но и занимать его слишком долго в часы пик некрасиво. Если тренажер занят, то обычно мы спрашиваем, сколько подходов у вас осталось. Если человек отвечает, что у него, предположим, очень много еще подходов, 5 или там еще 10, как правило, мы можем задать второй наводящий вопрос. В часы пик, как правило, очень сложно тренироваться в режиме круговой тренировки. Режим круговой тренировки – это когда вы по кругу, без остановки, переходите от одного тренажера к другому тренажеру. Тем самым вы, получается, занимаете огромное количество тренажеров, а они будут заняты. И, соответственно, ваша тренировка не сложится из-за количества ограниченного времени. Поэтому не рекомендуется использовать круговой режим тренировки и также не рекомендуется использовать амплитудные упражнения. Которые посетители зала, заканчивая упражнение, громко роняют гантели или штангу на пол. Это однозначно дурной тон. Отягощение нужно опускать максимально мягко. Да и в целом к оборудованию следует относиться бережно, не пинать и не топтать его ногами. И точно не сидеть и не лежать на тренажерах без дела. Закончив свой подход, отойдите и дайте шанс поработать кому-нибудь еще. Меня, как постоянного посетителя тренажерного зала, порой раздражает, когда клиенты приходят не только одни заниматься, еще и с друзьями. То есть это могут быть групповые какие-то занятия, да, получается. И у них начинаются шумные какие-то разговоры, хохоты. Когда как лично я прихожу заниматься, я хочу сосредоточиться на определенных заданиях. И порой они не бывают легкими, да, и когда рядом слышишь какие-то определенные звуки, хохот, ты начинаешь отвлекаться. Телефонные разговоры также в том числе, потому что бывают очень громкие или такие эмоциональные обсуждения, а не просто короткий ответ на определенный звонок. Рейд, приходить в нетрезвом виде, требовать включить свою музыку, лезть в драку – это стандартный табу для всех общественных заведений. Тренажерные залы – не исключение. Требования к манерам в раздевалках особенные. Не следует устраивать в душевых собственную ванную комнату и оставлять следы в виде волос или щетины. Как и расхаживать без одежды у шкафчиков. Вам может нравиться вид собственного тела, но окружающих такое зрелище может смутить. Знание простых истин гарантирует вам уважение со стороны более опытных спортсменов и тренеров. К тому же, разбираясь в них, вы извлечете максимум пользы из занятий. Это была программа «Этикет». Становитесь успешнее вместе с нами.